В жизни каждого человека наступает момент, когда ему необходимо сделать выбор – профессии, друзей или спутника жизни. Тем более этот выбор важен, когда решается будущее целого государства. Пинчане поделились своими мыслями на предмет того, как минимальное участие каждого из нас в жизни родного региона может повлиять на судьбу страны. Выборы – это ответственный момент в жизни нашей страны, и я считаю, что каждый человек, который хочет участвовать в определении будущего своей страны, в определении будущего Беларуси, обязан прийти на выборы, в том числе и я. Безусловно, выборы – это ответственный шаг, потому как от того, кому отдадут свой голос горожане, жители других населенных пунктов, будет зависеть судьба всей нашей страны. Поэтому я считаю, что каждый житель Республики Беларусь должен прийти на выборы и проголосовать. Подавляющее число опрошенных выразили мнение, что на выборы ходить нужно, так как голосование – это одно из проявлений политической культуры гражданина, без которой невозможно существование демократического общества. Были среди респондентов и те, кто, отдав свой голос, надеется на улучшение жизни в городе и районе. В любом случае, сделав свой выбор, избиратели автоматически становятся сопричастными к будущему своего государства. Ну так я ж надеюсь, что выборы всегда выбирают депутатов. Надеюсь, что, может быть, будут командовать лучше, будет лучшая обстановка, лучшая жизнь, кто и знает. Вы знаете, для себя, для меня, пусть это звучит пафосно, я действительно считаю себя гражданкой Беларуси, и для меня это, пускай патриотично, но я считаю, что это очень важно, потому что своим голосом мы можем определять судьбу нашего региона, а в целом судьбу региона, в целом судьбу нашей страны, и это немаловажно. Конечно, всегда находятся те, кто принципиально не ходит на выборы. Мотивация у таких граждан, как правило, одна, все равно ничего не изменится. Но подобная позиция скорее говорит о равнодушии к будущему своего региона, страны или семьи, так как только активное участие в выборах – реальная возможность быть услышанным и действительно что-то изменить. Поэтому воспользоваться своим правом свободного воли изъявления, представленного в Конституции страны – гражданский долг каждого из нас.